Привет! Всем хорошего дня! Я нахожусь возле бетонного сооружения откуда я поеду на базу Черкасай Надеюсь, я увижу притонов Нам надо вон туда Сейчас спустилась машина, на которой мы должны подниматься Спустилась, это уже очень хорошо Это радует Значит, дорога не такая страшная Я переживала, что будет поездка отменяться, потому что вчера был прям ливень, гроза Было все не очень хорошо Но ничего, сегодня светит солнышко Тучек нет Погода вроде бы нарисована без осадков Ну а там, как наверху будет, посмотрим Пока я ждала машину которая должна была вернуться назад, я разглядывала зелень, жучков, паучков Божьих горовок и муравьев Конечно, немного пейзажа с Рунико-Текели Пришла машина Я опять еду на крыше Дорога очень тяжелая, сложная Тяжелые подъемы Но вот мы поднялись на плато Более ровная дорога А сейчас Будет спуск Мы что, едем? Сейчас будет спуск Не знаю Нам надо попасть вон туда Вниз Где находится база Черкасай Нас везет Сергей Рузанов Турбаза Черкасай Еще четыре человека Молодая семейная пара Элина, Максим, их маленькая дочка И их родственник из Астаны Роман Едем на 66 Будем спускаться Вот думаю Вдоль в путку Слезть Что-то страшновато Спуск на базу Черкасай Очень крутой Почти такой же Как на Бурган-Булак С Копальского взвоза Но мы едем Спускаемся Самые крутые спуски проехали Их невозможно было снимать Надо было держаться Мы подъезжаем к базе Ну все, мы прибыли Конечно Эксприма хапнули по полной опять Качает Держаться надо Всеми четырьмя конечностями Нормально Вот так выглядит Туристическая база Черкасай Мы только приехали Никого нет Детский лагерь Ушел на водопад Вот такие домики Там столовая Мне дали Девятый домик Я, как обычно, одна Посмотрим, что у нас есть в домике В домике четыре места Есть матрасы, подушки, одеяло Пледы Есть тумбочка И есть свет Свет диодный Вот такой Все, я на базе Черкасай Мало мне Бурхан Булак Я еще на Черкасай поехала Ехала на крыше Вау, конечно Супер Ощущения Просто Господи В детстве экстрима Что ли не хватало Все было спокойно И замечательно Что я Что теперь вот так Все Хочется чего-то Вау Чтобы нервы выкрутить Ну классно Так По По оплате у меня Значит идет Завтрак, обед, ужин, полдник Ну а там Как пойдет Я одна Поэтому Не знаю как все будет Сейчас спустится группа И уже будем разговаривать Что у нас и как Домики стоят Вот на таких Железных сваях Что у нас за домиками Интересно А за домиками У нас стоят уборные С унитазами Интересно Что еще есть Уборные есть Раковина И даже есть вода Супер Чистая Цветение В полном разгаре Если мне не изменяет память Это джунгарский арканит Прямо цветет 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 Пахнет Несли мне Постельное белье Комплект Наволочка Простынь И пододеяльник Все чистое Все вкусно пахнет Пока мы ждали группу Мы решили сходить На ближайший водопад Прогуляться Короче Немножко плутаем Еще не знаем Что где Поэтому просто Снимаю виды Надеемся Что попадем На водопад В челе Черкасае Растут кинчанские ели И очень много папоротников Здесь очень влажно Но очень красиво Воздух свежий Чистый И влажный Как-то влажновато И душновато Ну ничего У меня появились Спутники Мы приехали Все вместе Теперь Решили гулять Все вместе Это молодая пара Из Талдыкургана Элина Максим Их маленькая Дочка Виолетта Ей 10 лет И Двоевродный брат Элины Роман Они такие молодцы Общительные Спасибо им огромное За компанию Погода Натягивает Тучки Как бы нам Ничего на голову Не вылилось Сверху Растение Борщевик Поражает Своими размерами Вообще Тут травы Очень высокие Джунгарский Аконит Прямо заросли Выше человеческого роста Под 2 метра Очень высокие Вот такие Тут тугои Из этого растения Я бы прошла мимо Но Элина Обратила Мое внимание На вот такую Очень интересную Березу Мы идем дальше В неизвестность Но куда-нибудь Придем Торопинка Хорошо протоптана И мы Продолжаем Свой путь Подошли мы К переправе Или прямо идти Или взять Чуть правее Но там тоже Сложно Перейти Из-за корней Пойдем Вперед Вода Очень холодная Кристально чистая Очень вкусная Именно В таких местах Черта Саре Водится Джунгарский Лягускозу Или Паритон Который Занесен Мировую Красную Книгу И надеюсь Я его Наконец-то Увезу Я о нем Мечтаю 20 лет Ну что Мы почти Пришли В принципе Недалеко Шли минут 40 Не торопясь Останавливаясь На фотосессии Последний Подъем Что-то Я как-то Задохнулась Но мы дошли До какого-то Водопадика Мы дошли Я немножко Приотстала Стало Очень душно И Пришлось Немножко Сбавить Темп Но Ребята Уже Дошли До водопада Почти Его Даже Слышно Вот Мы пришли Куда-то Мы пришли Как позже Мы узнали На базе Мы пришли На водопад Который Называется Теплый Водопад Водопад Находится Вот в таком Гроте И вода Срывается Со скалы Метров С восьми С десяти Здесь Очень душно Прямо Душно Сверху На маленьком водопаде, в ущелье Черкасай, видимо свернули немножко не туда, но сейчас пока идем на обед, нас обещали покормить. Спустившись на базу, мы пришли в столовую, здесь на стенах вот такие ватманы с рисунками прошлых лет, сезонами, а кормили нас вкусным борщом, красивым, макароны по-флотски и, конечно, чай. Когда мы вышли из столовой, мы увидели вот такого карапуза, зовут ее Буся, у него скоро будут щенки. Пообедали, теперь сидим, пока отдыхаем. Девочки с фурбазы Черкасай готовят просто супер, очень вкусный борщ, на вторую были макароны по-флотски и чай. Конечно, чай. То ли от воды, но, скорее всего, вода. Пьешь, и он прям вкусный. Чувствуется вкус чая, а не примеси хлора и вообще непонятно чего. Горный чай, воздух восхитительный. Последние четыре часа, это прям вообще, это блаженство какое-то. Спасибо огромное турбазе Черкасай за такой отдых. В принципе, недорого, вкусно. Понравилось мне ездить на крыше больших машин. Сергей Викторович Рузанов говорит, что завтра обещают дождь. Но вот туча набегает. Ну, что-то вообще даже не переживаю. Как подниматься будем, как спускаться. Понимание того, что, в принципе, на горе там есть связь. И тут идти недалеко, в отличие от Бурхан-Булака, успокаивает. Ну, немножко отдохнули, капает дождик. Тучка набежала. Где тучка? Вот она тучка. Капает немножко дождь. Ну, и сейчас пойдем второй заход на второй, на третий водопад. Один находится метров 800, второй находится в трех километрах. Ну, там тропа. Сказали, мы не потеряемся. Короче, сегодня выполнили весь запас. Все, что можно было. Мы продолжили свой путь в другое ущелье, где, как нам сказали, находится водопад, который называется Глубокий. Здесь очень много поваленных деревьев, видимо, лавинами. Вода поражает своей чистотой. Иногда после фотосессии очень тяжеловато спуститься на землю. Наша компания продолжает свой путь к водопаду Глубокому. Иньшанские ели поражают своими размерами. И, конечно, фотосессия. Шикарные две елки. Одна и вторая. Они такие большие. Мощные. Идем дальше. Мы пришли на второй водопад. Красота. Очень красиво. Ну, очень душно. Что-то облака натянуло. Видимо, будет дождь и прям душно. Но классно. Мощные. Субтитры создавал DimaTorzok Было решено не идти на второй большой водопад Потому что уже поздно, пятый час Пока мы дойдем, пока спустимся Будет уже темно Поэтому мы идем назад в лагерь Все, мы вышли К лагерю Господи, как тут красиво Субтитры создавал DimaTorzok